В первую очередь хотел бы поблагодарить Владимира, что он согласился побеседовать. Я хотел бы с ним поговорить о современном образовании. Мы как раз начали с того, что у каждого из нас, мы примерно одного возраста люди, я чуть старше, вы чуть младше, но мы закончили те же школы. Мы видим то, что происходит сейчас. И понятно, что возникает идея о том, каким должно быть образование в ближайшем будущем. Я, например, почитал ваш текст несколько раз об образовании, который вы мне переслали. Очень много созвучных для меня идей. Если вам не трудно, вы могли бы сказать в общих чертах? Ну, это такой дилетантский, конечно, подход к делу. Просто возникали мысли, даже когда я учился в школе, программа школьная оказалась несколько странной. В некоторых аспектах. В основном, конечно, все было неплохо, но какие-то аспекты казались странными. Ну, а сейчас, когда идет такая технологическая революция, можно сказать, просто изменения технологические. Мне кажется, самое странное, потому что сейчас у меня дети ходят в школу, швейцарскую, но все равно ходят. И я смотрю, конечно, есть некоторые изменения в программе такой школы образовательной, но они, честно говоря, больше косметические. Мне кажется, очень странным, что по прошествии, если взять 50 лет последних, мир изменился просто до неузнаваемости вообще во всех аспектах, и политические, и технологические. А, в принципе, блоки, вот эти знания, которые даются сейчас, они более-менее остались теми же, что просто нелогично, довольно абсурдно. Мне кажется, что если мы хотим как-то вырастить поколения новые, которые будут интегрированы в мир, в котором они будут жить, через какое-то количество лет, 10-15 лет, то все-таки надо как-то об этом думать и делать adjustments, то есть делать какие-то поправки на иметь некое видение того, что будет происходить примерно, хотя бы никто не знает точно, примерно лет через 10-15, и как-то к этому готовить поколение, мне кажется, этого не делается. А сейчас, особенно с развитием технологий, вот искусственный интеллект, мне кажется, достаточно очевидным какие-то очень глобальные изменения, которые будут происходить, но они практически неизбежны, на мой взгляд, практически неизбежны, и все-таки надо подготовить желательно новое поколение к тому, чтобы как-то в этом новом мире, который, наверное, хотим мы того или нет, возникнет через 15 лет, чтобы мне надо было просто делать то, что, в общем-то, делали мы, то есть, по сути, да, переквалифицироваться, ну, у нас это получилось как бы просто по стечению обстоятельств, да, там развал Советского Союза, все изменилось, там эпоха изменилась, но тут это было мало предсказуемо, то есть сейчас, мне кажется, немножко в последнее время, занимаясь вот какими-то вещами в технологии, искусственном интеллекте, я просто достаточно четкая картина, мне кажется, она очень ясна, что примерно будет происходить через лет 10-15. Это очень интересно об этом поговорить, я бы сказал, что в конце 20-го, в начале 21-го была большая надежда на технологическую революцию, как такой двигатель образования, все сошли с ума об онлайн-образовании, вот эти все программы и прочее, прочее, потом где-то с 12-го, 13-го все началось успокаиваться, стали понимать, что это недостаточно. Сами по себе технологии, они могут быть инструментом, но не дают нам тот, скажем, выход из тупика, в котором мы находимся. Я бы видел, то есть для меня кажется, что такую технологию, как интернет, просто можно использовать не для того, чтобы давать какой-то очень высокий уровень образования, а просто, что называется, как ликбез, да, то есть все-таки огромное количество детей еще в мире, в разных странах, они, по сути, не имеют доступа к какому-то маломальски приемлемому образованию, то есть вот так они могут, по крайней мере, сами дома, а интернет есть, ну, почти везде, даже в самой... В игре такой, в игровой манере, да? Просто, даже в моей лекции игровой, ну, просто немножко получить какой-то, скажем, объем знаний, хотя бы среднего такого уровня, потому что некоторые просто, ну, там, Индию, если взять, да, ну, там все-таки довольно много детей, которые не ходят в школу вообще, или ходят, ну, совсем там, сельское что-то такое, да, там, 2 плюс 2. Ну, хорошо, я согласен, а как решить здесь проблему? Вот вы очень хорошо написали в тексте, что, вот я так озвучу немножко, главные такие столпы, вы говорите о, во-первых, истории, философии и религии, вы говорите о критическом и креативном мышлении, еще очень важный момент, это психология взаимодействия. Вот я именно... Может быть, самый важный момент. Да, и вот в игровой манере, игры, скажем, от индивидуальных к играм в команде для достижения общей цели. Дело в том, что, когда ребенок смотрит какой-то ролик длинный в Ютьюбе, здесь сразу вот эти психологические проблемы возникают. Концентрация внимания, умение следить за переходом от сюжета к сюжету. Этому же тоже нужно учить. Дело в том, что моя задумка была все-таки вот интернет использовать больше как программу по ликбезу, а в принципе все-таки вводить это на данный момент... Ну, мы мечтаем, да, я понимаю, что это сложно будет провести, реализовать, но на данный момент попытка вводить это как некое факультативное занятие в школах, как дополнение к уже имеющейся официальной образовательной программе. В идеале я бы видел это, конечно, часть образовательной программы, но я понимаю, реалист, понимаю, что во всех странах Министерство образования это очень такая структура... Консервативная. И нужно время, и вообще не факт, что они когда-либо это сделают, но пока вот давать это в виде каких-то дополнительных курсов, то есть создать их, то есть такая вот вкратце идея была, что специалисты и педагоги плюс специалисты в этой конкретной области, будь то психология или что-то еще, они вместе собираются, создают некий учебник, да. И дальше вот это пока, по крайней мере, может быть, и всегда будет факультативно, да. То есть школы, потому что, например, я не знаю, в каждой, конечно, стране по-разному работает. Пока мы в Швейцарии, где дети мои учатся, у них довольно много вот этих факультативных занятий. То есть можно записаться на самые разные кружки, условно называемые, да. И даже шахматы есть, например, вот у меня в школе детей, и к моему стаду, кстати, они не ходят, не хотят туда ходить. Но есть вот разные какие-то факультативные... А между нами это было бы полезно школьнику? Конечно, безусловно. Но, в принципе, сейчас это вообще программы шахматы в школах, они развиваются очень бурно в разных странах. И, конечно, я имею в виду не всю, конечно, школьную программу чаще. Полезнее всего, мне кажется, где-то с шести до восьми лет, когда идет вот становлю... То есть первые два начальные класса, да. Вот это вводится в Британию. Вот один мой приятель, энтузиаст, нашел каких-то спонсоров. Они ввели уже больше тысячи школ уже. А как они обосновывают? Это какие-то данные когнитивистики, исследования детской психологии, да? Нет, просто развитие. На самом деле было много исследований на эту тему, которые четко очень показали. Программ, они изучали вот этот аспект, когда дети начинали заниматься шахматами в этом возрасте. То есть и у них просто статистически там очень резкое было явное улучшение как бы осваивания обычной школьной программы. То есть оценки просто вырастали. Это настолько было... То есть шахматы же учат как раз этому, да, концентрации внимания, продумывания. Концентрации, да, правильному логическому мышлению. То есть то, что вот я говорил, как писал в этой небольшой статье, как креативное мышление. То есть они просто учат, мне кажется, потому что это некая такая модель, которую можно перекладывать потом на другие вещи, практически на любые. То есть, грубо говоря, учат правильно думать, да, так, примитивно, если сказать. Но, конечно, идеи нет там сделать профессионального шахматиста ни в коем случае, да. То есть идея вот в этом возрасте, где, когда это важнее всего, наверное, где-то между там шестью и восьми годами, заложить основы, так сказать, вот, так сказать, правильного мышления, да. Но это довольно узкое, вот, шахматы все-таки, можно это делать по-другому. Мне кажется, даже более... Комбинируя с чем-то, да? Да, комбинируя, то есть, мне кажется, что, как в любом деле, все-таки важно сочетать практику, так сказать, и теорию, да. Вот чего не хватает, не хватало раньше, я спросил у своей дочки тоже, она говорит, нет, у нас этого нет. То есть это теоретические знания по разным аспектам, ну, скажем, психологии. Ага, может, для вас там в статье важный момент психологическая подготовка детей? Да, ну, просто очень много, я же помню, наверное, все мы помним, да, в детстве, очень много, так сказать, вещей, которые ты постигаешь просто вот опытным путем и часто очень серьезные ошибки делаешь, но ты не знаешь. Ну, родители что-то сказали, но, во-первых, у них не всегда есть время, во-вторых, они не всегда сами-то понимают, признаемся мы, взрослые, они всегда сами понимаем, что вообще делать, и времени нет. И, соответственно, ты наедине с собой остался, то есть у тебя нет какой-то теоретической базы. Практическая, безусловно, у всех есть, потому что каждый день этой жизни в детстве это некая такая тест, да, практически, но теории нет. То есть я многих вещей, я потом, в общем, понимал, что просто я не знал, но это элементарно. Если бы мне сказали бы, ну, то есть я понял бы уже в возрасте, там, не знаю, 10 лет эту вещь, но я просто не знал об этом, да, и мне кажется, что это важно. Я не говорю о том, что это должен быть, там, курс на 5 лет. Нет, нет. Мне кажется, что если это делают профессионалы, на самом деле, может быть, хватит такие самые базовые. Я говорю о самых базовых знаниях. Думаю, что мне не потребуется очень много времени, но просто мне кажется, что это очень важная часть, составляющая становления личности человека, да, а школа, по идее, должна быть не все-таки более глобальной, то есть идея школы воспитать, скажем, не только конкурентоспособного, условно, человека, который получит, там, потом профессию, не знаю, все-таки воспитать личность, ну, дать как можно больше, по крайней мере, возможностей для этого и знаний. И мне кажется, что этот аспект, ну, он один из важнейших, но он практически не покрыт теоретически. Я предлагаю немножко порассуждать. Действительно интересно, потому что, вот мы говорили о психологии, например, да, и еще о ряде моментов. Получается, что школа гонится за призраком, который не может догнать. Она пытается дать больше информации, еще больше информации, еще больше блоков информации. А те вещи, которые сейчас нужны, имеются в виду творческое мышление, концентрация, опыт взаимодействия со сверстниками и со взрослыми, какие-то практические навыки взаимодействия с миром, с предметами. Вот, кстати, в Эстонии-то тоже у нас Юла Воглайт, который преподает в Эстонии, может, за 80, рассказывал об опыте коллегии в Таллине. У них там тоже ремесло, музыка, театр, математика, языки, как два-пять таких главных столбов, которые позволяют включать многие элементы мышления, динамики. Вплоть до того, что ремесло полезно для развития мозга. Человек должен что-то делать руками. И тогда получается, что этот контур личности, он каким-то образом отсутствует. Это попытка хаотично по старым каким-то шаблонам думать о том, что если чем больше дать таких информационных блоков, а личность как бы должна родиться сама, и с ней не нужно заниматься. И естественно, что она и родится сама, потихонечку просто методом пробы ошибок ты куда-то придешь. Но, во-первых, куда вопрос. Во-вторых, этот процесс можно немножко ускорить, немножко очень серьезно ускорить. И главное даже не ускорить, а его улучшить. То есть все-таки... Поэтому, мне кажется, вот это я вижу очень важной частью. Потом образование, которое можно попробовать предложить в идеале. Предложить как... Ну, кто хочет... Я, например, у дочки спросил своей, а вот если у тебя были бы вот что-то такое, какой-то небольшой курс по психологии, по отношению между людьми. Она говорит, ну, я бы была счастлива, обязательно пошла бы сразу. Да, потому что очень интересно это. Я думаю, что спрос на самом деле огромный в этом. То есть мы этого не знаем, пока это не предложим. Но я уверен, что будет огромный спрос. Просто это требует определенных каких-то инвестиций. Я сейчас пытаюсь немножко найти каких-то потенциальных инвесторов, которые готовы попробовать это сделать и посмотреть, если будет спрос, можно уже дальше, скажем, создать целую программу. Потому что, на мой взгляд, есть еще несколько аспектов. Вот, как, например, мне кажется, ну, философия, наверное, это сложно, скорее для уже тинейджеров такое чуть-чуть. Но история религии, например, и это все-таки важно. То есть для меня это загадка, почему этого предмета нет в школах, особенно... То есть оно раздражает. Я смотрю по, например, России и в Украине. Считают, что это такой канал воздействия такого авторитарного, консервативного, что это лишнее время, которое отнимают у детей. Я считаю, что если в том виде... Ну и, кстати, во Франции, например, тоже. В том виде, в котором это существует, то есть если идея в том, что все строить вокруг какой-то одной религии или направлении религии, это, может, действительно необязательно, да. Скажем так, тут есть вопрос. Нет, мы не говорим о законе Божьем, говоря, скажем, в России конца 19 века. Конечно, речь идет о современном изучении мировых религий. Ну, знаете, оно и современное, оно, на самом деле, в школах, это чаще всего, это вот своя, где бы это ни было, религия основная, да, и там вокруг нее чуть-чуть чего-то еще. У меня была немножко другая концепция, это вообще вот совершенно отстраненный взгляд на это сделать. То есть вот мы ничего не навязываем, ни одна из главных существующих религий или там философских направлений не является вот для нас, скажем, важнее другой. То есть идея просто вот рассказать, потому что, ну, хотя бы даже если очень бегло смотреть на все это, то, в принципе, это все вплетается в канву, конечно, и философскую, историческую очень сильно, то есть там, да, и в итоге, на самом деле, в принципе, они не сильно противоречат друг другу, да, то есть если так разбираться по большому счету, и мне кажется, главная задача здесь, вот это нарастающие проблемы с экстремизмом, я имею в виду экстремизм в голове, да, больше, а они потом, это потом выплескивается, конечно, наружу, то есть это непримиримость религии, там, христианство, мусульманство, иудаизма, да, то есть это вот как, знаете, как вот противники, ну, так, в головах у людей, то есть если ты, значит... Барьеры между, причем, чем ближе по вере, тем больше противников, как и в политике, например, там, шииты-суниты, да, конечно, конечно, католики-протестанты, да, вот эти вещи не объяснили. Да, вот буддизм, например, это все-таки, ну, это не религия, но так, как бы они так, на мой взгляд, это все-таки религия глобально, но они ни с кем, то есть их никто не трогает, потому что они уже очень, как бы, другие, да, и вроде с ними так нормально сосуществует, никто с ними не воюет, что-то. А вот почему-то те, которые ближе, там, не знаю, особенно меня смущает, там, католическое, например, православное, то есть... В Швейцарии же большой опыт вот этого взаимодействия, но там, правда, был очень жесткий кальвинизм местами. Да, ну, там, ну, Швейцария, как и любое почти современное общество, оно, в принципе, не религиозное, по сути, оно очень светское, то есть там спокойно ко всему относятся, но просто, видя вот все эти, скажем, если мы берем Европу, да, и не только Европу, и Россию, и Украину, здесь больше, наверное, России, потому что миграция там больше, да, и самое-самое разное. То есть все-таки эти люди должны как-то существовать, и мне кажется, важно с детства закладывать понимание того, что, в общем, религии, они не агрессивные, и, ну, скажем, они могут существовать, и, в принципе, объяснить, на самом деле, что это такое, на самом деле, там, мусульманцы, как это возникло. То есть некое понимание того, что, в общем-то, одно перетекало в другое, на самом деле, это какое-то ответвление, которое, в общем-то, много, на самом деле, очень много общего в религиях, да, какие-то вещи другие, но, в общем-то, это не повод для того, чтобы конфликтовать, да, скажем. Мне кажется, это несложно сделать, и для меня, меня удивляет, почему. Поэтому, скажем, этот курс может быть, ну, совсем таким базовым, не знаю, три месяца, наверное, да, там, где-то, там, раз в неделю, самый базовый, но это очень важно, я бы думаю, что все-таки, я вот как сейчас вижу, гораздо интереснее было бы создать какие-то целостные курсы, где постоянно показывались бы взаимодействия, потому что подавать религию в такими нарезками отдельно, наверное, и скучно, и напряженно, а если показывать влияние на политику, искусство, на культурные какие-то феномены, да, на формирование социальных каких-то вещей, это было бы достаточно интересно. В идеале, да, в идеале я бы тоже хотел именно этого, но сначала я понимаю, что, скорее всего, надо хоть с чего-то начать, но, в принципе, в идеале, конечно, вот это то, что я называю эпистемологией, да, то есть, вот, то есть, как бы связать все, да, связать историю, философию, которая, безусловно, очень важная часть, в общем-то, и истории, и науки, и так далее, связать это с религией, с историей религии, то есть, но подавать это в таком вот научном виде, да, то есть, без каких-либо преференций, просто вот рассказывать. В идеале, да, вот этот блок какой-то, потому что определенные части, конечно, история в школе есть, в каждой, но она, ну, все-таки, мне кажется, да, они как вот отдельно, как вы правильно говорите, отдельные блоки, вот именно это связать, это, конечно, сложная работа, вот связать и сделать, потому что, на самом деле, это понимаешь, что, если хочешь правильное понимание, ну, правильное, условно, да, более глубокое, чуть более глубокое, да, то есть, да, правильно никто не сможет дойти в любом случае, но, конечно, нужно это взаимосвязи эти понимать, и я думаю, что их можно выстраивать, но если мы говорим о институте уже, это уже отдельная история, там уже, ну, все-таки, возраст достаточно, чтобы это понять, но если мы говорим о, скажем... Я бы здесь не согласился, потому что институты, университеты, они еще больше под угрозой вот этой фрагментаризации. Я смотрю, что профессионально написанные книги по истории, они несут печать вот этого отсутствия удивления, потому что связи, выстраивание такой целостной жизни, она создает постоянную ситуацию удивления. Потому что, ну как, откуда, например, взялся вот какой-то социальный проект, да, это из каких-то религиозных корней, да. Откуда эта живопись, например, прекрасная, там, 15-16 века, это вот такие духовные, религиозные, философские корни. Там много философов, много художников были философами, да, от Леонардо, там, Рубенс и так далее. Поэтому такая история, она не удивляет и не затрагивает нас этот механизм включения вот этого креативного, о котором вы пишете. Креативное нужно провоцировать вот такими вот вспышками удивления. Да, и при том вообще в жизни, на самом деле, очень много взаимосвязей, то есть, скажем, в любой... Это вообще учит человека, там, молодого человека или даже школьника еще старших классов, это учит по-другому видеть вообще и ситуации, и мир, то есть, учит пытаться находить больше взаимосвязей, а их, в общем-то, всегда, мне кажется, еще больше, чем мы можем найти, да. Но, то есть, как бы глубже подходить к решению вообще любой задачи жизненной, да, и жизненной, и профессиональной, то есть, потому что, мне кажется, дело в том, что как шахматист все-таки, ну, как бы это автоматически вырабатывается, это умение, ну, до какой-то степени, да, то есть, там надо все-таки много находить взаимосвязей между динамическими, статическими принципами позиций, то есть, где-то вот эту кашу, так сказать, мозаику сложить и принять решение о ком-то ходе, но это всегда несколько компонентов, которые ты складываешь, да, и... То есть, внутри какая-то интуиция, какая-то картинка, да. То есть, да, то есть, есть какое-то общее понимание направления игры, это одно, то есть, перед, допустим, если ты смотришь на позицию, то есть, ты понимаешь, в каком направлении, то есть, какие статические, например, выгодные моменты твоей позиции и какие выгодные моменты соперника, то есть, это статика, ты как бы сразу так сканируешь статические ситуации, потом ты начинаешь ее динамически развивать, а если я сыграю, то вот как провести свой план, как не дать ему провести, это потом следующее, то, что ты делаешь в игре, по крайней мере, профессиональной, когда ты играешь, ты при этом начинаешь учитывать, скажем, зная своего соперника, начинаешь учитывать его преференции, его сильные и слабые стороны, начинаешь учитывать свои сильные и слабые стороны, начинаешь учитывать момент, как ты себя чувствуешь, насколько ты свежий, насколько ты сегодня в форме, так смотришь, насколько он по ощущению. И вот все это складываешь. То есть даже этот элемент? Конечно. Как бы прощупывание друг друга и понимание, что сегодня можно чуть-чуть усложнить свой. Даже я бы сказал еще сложнее, не сегодня, а вот именно в этот конкретный момент партии, вот есть ощущение, что вот как бы он подустал, что-то вот у него последние два хода, как-то он не уверенно немножко. То есть это на самом деле очень много. И чем лучше шахматист, то есть кроме профессиональных навыков и технических, тем больше он компонентов вкладывает в принятие решения. Это где-то на подсознательном уровне, но на самом деле чем шире ты как бы вот эту картину раздвигаешь, тем у тебя больше шансов на успех. И я иногда удивлялся, знаете, общаясь даже с очень крупными бизнесменами, насколько не у всех, конечно, но я был очень удивлен, насколько у них такое узкое очень видение ситуации, да, и когда я пытался его расширить там, скажем, да, и я видел не, о чем это не связано с интеллектом, очень высокий, просто это привычка видеть вот как бы ограничивать себя неким пространством таким довольно узким. И вот в этом, да, и в этом коридорчике мысль, ну когда начинаешь разграничивать, когда начинаешь его немножко расширять, я вижу, что некое такое ступорно стоит, то есть они не понимают, ну а чё решили, ну пока так сделаю, дальше посмотрим. Очень интересно, можно тогда пару вопросов с этим. Первый такой по шахматам, он немножко звучит банально, можно ли сказать, во-первых, о философии шахмат и о том, что каждый крупный шахматист, у него есть некая философия или он создал некую филословную. По крайней мере в прошлом это было так, сейчас все-таки компьютеры появились, сейчас они немножко как кольт всех уравнял. А как вы можете определить вот шахматистов, которых мы все знаем и вырастали, когда шахматы в переписке выяснили, для нас это была аура, магия и так далее. Вот если брать значительных шахматистов, великих шахматистов, да, какая за каждым стоит философия, как это можно описать, например, там, не знаю, Фишер, Карпов, Каспаров, Вы, там, Леко, Ананд. Вот вы знаете, философия очень сильно, на самом деле, если это называть философией, то есть метод игры, видение игры, оно, как ни странно, очень сильно зависит от, скажем, характера, вообще от внутренней психологии, от вообще того, какой человек. Вот на самом деле, если он честно, так сказать, играет, а иначе ты не достигнешь больших высот, то, в принципе, на доске в его игре видно, кто он такой. На данный момент времени человек может меняться. То есть на доске его личность, да? Да, личность, безусловно. То есть это выражение личности и Каспаров, Карпов, но они совершенно по-другому. И что очень интересно, что два великие шахматисты, примерно равных в какой-то момент, но вообще играли в совершенно другой концепции игры, было абсолютно по-другому. Как это можно описать? Ну, я следил за этим, наверное, Каспаров более такая сухая. Нет, Карпов более, он позиционный, он позиционный, он такой очень методичный, скажем, Каспаров очень динамично, очень ценил время в шахматах, то есть именно вот такую игру, где каждый ход имеет большое значение. Карпов более так стратегически пытался играть, техники, на технике, и для него была партия такая больше растянутая во времени события, где потихонечку ты вот как-то там переигрываешь, да? То есть Каспаров это атака, это такой напор страшный, да, и невероятная фантазия с очень большими, так сказать, с огромным количеством свежих идей, но это вприн, ну и много по деталям тоже много было разного, то есть по сути вот это интересно, что игра одна, все-таки 64 там клетки всего, и на самом деле два вообще, и это соответствовало их жизненным, ну как бы, как я их понимаю, как как людей, это очень соответствовало их, в общем, характеру, философии жизненной, и интересно, что при этом можно совершенно по-разному вообще виде это все, играя и примерно играть на высочайшем уровне, ну и вот биться примерно на равных, и кстати, поэтому эти матчи Карпов-Каспаров, они были так привлекательны для всех, не только потому, что они были там великие, шахматы тогда были популярны, а просто потому, что это две полярности, да, они вот столкнулись и примерно на равных идет, два, то есть вот это совершенно разные подходы, и всегда, я знаю, матч на первенстве, наиболее интересный, когда встречаются довольно полярные шахматисты, то есть других подходов, и вот тогда это как борьба уже к концепции идет, концепции личности, концепции личности, да, определенный диалог, ко всему прочему это и доказательство неправильно, но это попытка, скажем так, вот свою концепцию вот, так сказать, продвинуть, можно сказать, да, вот как о философии, да, вот там Ницца, Платон, прочее, Ницца, Фрейд, в конце концов, да, у каждого, у него своя концепция, это всего лишь, по большому счету, субъективное видение, да, одна из возможностей, но вот человек хочет ее сказать, что вот она на данный момент времени, она лучшая в мире, там, не знаю, скажем, и да, безусловно, есть это очень четко, и я это все, и у меня тоже, у меня было странно, потому что у меня она менялась, вот очень редко, случая, чаще всего она более-менее в одном фарвартере, то есть более-менее в одном направлении по жизни идет, она чуть-чуть эволюционирует или деградируется с годами обычно тоже, но это вот одно, а у меня почему-то где-то 3-4 было периода разных, когда я играл в совершенно другие шахматы, вот что-то во мне происходило, я менялся как человек, и это сразу выливалось на доску, причем я никогда не хотел этого делать, то есть мне это не было несознательно, то вдруг я начинал играть совершенно в другом стиле, с другой философией шахматы. Это вы создавали, или это ситуация ваша? Менялось просто, ты как человек меняешься, и почему-то это выливается в игру, я сам не понимаю, почему я вдруг начинаю играть по-другому, я сам не понимаю, но почему-то я вижу, что мои пари совсем уже, я другой шахматист. Вы удивляетесь самому себе, вы играете? Удивляетесь, да, но я понимаю, что это соответствует моему внутреннему какому-то изменению. Которого вы еще не знали, да? Который я еще сам не знал. То есть вы познаете шахматами себя самого? Отчасти, ну, я подозревал, то есть, скажем, я подозревал, что что-то начинает происходить, а ты чувствуешь, но когда ты видишь, как бы, что на доске вот это настолько явно видно, сам удивляешься, почему это вдруг произошло. И вот у меня так было, наверное, 3-4 за карьеру таких периодов, довольно резких кардинальных изменений в игре. То есть, поэтому я к чему говорю? К тому, что, в общем-то, безусловно, на высоком уровне все, что ты делаешь, ну, не только в шахматах, наверное, в других областях, это все-таки момент личностный, то есть он выплескивается, да, в том, что ты делаешь, если ты действительно к этому подходишь креативно и вот используешь это как самореализацию, а не как ремесло, да, то есть, поэтому, да, это... Ну, сейчас, как мы уже, да, говорили, упоминали, что, конечно, с компьютерами немножко это изменилось, очень так все стало. Я думаю, что мы в таком завершении поговор... Я в этом не очень интересен. Получается, что шахматы — это была борьба личности или диалог личностей, так? Шахматы помогали нам, они давали философию, давали личностное начало, и получается, что машина это личностное начало фактически уничтожила. Ну, я бы сказал, я бы не сказал, что это уничтожила. Машина просто на самом топ-уровне, да, то есть, осталось слишком много знаний о шахматах, просто знают очень много. То, что машина сильнее играет людей уже довольно давно, это как бы не проблема, я не считаю, что это проблема большая. А вот именно то, что объем знаний просто вырос настолько, что, в принципе, сам элемент интеллектуального единоборства, скажем так, игры, он все сужается и сужается. То есть, скажем, если это два века назад это было 99%, потом потихонечку это уходило на высоком уровне, потихонечку это становилось... Сейчас это, по большому счету, современные шахматы, мне кажется, это на самом высоком уровне, когда, если мы говорим о людях, которые занимаются ими там, и хорошо понимают это дело, то есть, учитывая все эти объемы знаний, и точных знаний, и неточных знаний, то есть, общих знаний, как действовать в этой ситуации, в этой, вообще уже не осталось шахматной ситуации, которая была бы настолько нестандартная, что вот ты должен сам вот совершенно, как бы, не имеешь ориентиров. Почти везде есть ориентиры, а чаще всего они очень четкие, точно знают, что это тебе выгодно, это не выгодно, то есть, стратегически все разложено, человек знает. Дальше ты просто это, что называется, подчищаешь аккуратным расчетом и, когда-то физические данные ставлю, то есть, концентрацию держать, да, то есть, просто не ошибаться грубо, держать концентрацию и вот считать, то есть, по сути, мне довольно печально, это ведь, с моей точки зрения, шахматы больше превратились, скажем, соревнования на топ-уровне в похожие сейчас, наверное, на математическую олимпиаду, да, то есть, скажем, это просто надо, конечно, там творчество какое-то нужно, но в целом это концентрация, это хорошее знание, это умение высчитать, посчитать, найти решение, но для меня шахматы чуть больше, да, чем это, все-таки это какое-то творчество и это познавание чего-то, да, чего ты не знаешь, сейчас шахматы, познавание, элемент познавания уже нет, то есть, ты, ну, на топ-уровне, ты все знаешь, ты ничего нового-то не открываешь в каждой парте. Это калькуляция счета, да? Больше, да, держать концентрацию, вот где-то в нужный момент, скажем, соперник, ты видишь, дал чуть слабину, подустал, ты там где-то его ловушку поставил, там какую-то хитрую он не заметил, но, скажем, нового, крайне редко что-то, ты сыграл партию, и ты вот, о, я что-то открыл, ну, что-то понял новое, и это довольно печально, поэтому я как раз сейчас в том числе немножко работаю над какими-то небольшими изменениями в шахматной игре, не меняя сути игры абсолютно, вернуть в сферу некой интеллектуальной такой, и, если хотите, даже, может, философское единоборство такое, то есть, заставить человека думать снова, думать в концептуальное, не считать, а именно думать, и, скажем, вот эту, всю эту наработанную теорию игры, в принципе, можно убрать и вернуть, вернуть шахматы вот в... Ну, как это возможно? Это возможно, есть маленькие изменения, ну, вот я публикую эту статью, мы работали в последнее время с компанией DeepMind, которая AlphaZero известную программу сделала, ну, которая на искусственном, на основе искусственного интеллекта работает, и делает, ну, это вот практически передовая сейчас компания в мире в сфере искусственного интеллекта, вот они создали шахматную программу нового совершенно типа, которая сама научилась играть за 12 часов, она с нуля, как бы, в общем-то, сильнейшим в истории игроком стала, не только среди, но и среди машин, то есть, действительно, достигла космического уровня, причем научившись сама, то есть, просто играя, играя... То есть, это как раз случай самообучения, да, программа? Да, это, да, это вот очень известная была эта история, не сказать, назад, в год уже они вот всех обыграли. Да, 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 и шахматы тоже, то есть, это такая была известная история, то есть, это доказало кое-что в сфере технологии, искусственного интеллекта, но, но вот они помогли мне немножко, у нас были, у меня были какие-то идеи, и у них тоже по поводу того, как можно немножко оживить современные шахматы, да, расширить границы их, их, и через с этой программой мы проверяли на этой программе, в общем, кое-чего добились, мне кажется, уже один вариант крайне интересный мы придумали, еще несколько у нас на подходе, то есть, идея, честно говоря, чисто у меня, вот, ничего с этого не хочу, и нет никакого... Будем ждать статьи с нетерпением. Да, потому что идея, я хочу вернуть шахматы, знаете, вот, игра в бисер, да, произведение, вот, вот, как бы, шахматы, в некотором смысле, это же про шахматистов, да, в какой-то степени, то есть, это некая такая абстракция, да, где ты, где ты действительно должен думать, соединять определенные элементы, я бы хотел, для меня шахматы, это, это вот это, это в первую очередь интеллектуальное, так сказать, интеллектуальное напряжение, да, и попытка что-то найти, познать что-то новое, да, вот, вот в этом, это меня больше всего привлекает в шахматах, не столько результат, я хотел бы, чтобы этот элемент вернуть обратно, оставив все остальное, и чтобы снова это была такая, да, игра, которая, которая заставляет тебя, в общем, думать, заставляет тебя как-то совершенствовать даже, может быть, свой внутренний мир, и я думаю, что да, ну, насколько подхватит это... Вы как раз и высказывали опасение, что вряд ли согласятся на такие изменения, не все готовы принять этот новый вызов, в принципе, ситуация устраивает многих, правда? Да, но она не устраивает публику, в первую очередь, то есть, людям начинают, да, даже, даже профессионалам уже, честно говоря, становится скучно, я знаю, я и сам, и многие даже топ-игроки не подустали от этого, от того, что ты должен, скажем, очень много вбивать в себя информации, помнить ее, то есть, это огромный объем работы, который, в принципе... Иссушение мозга. Иссушение мозга, да, и он не нужен, то есть, на самом деле, игра стала беднее немножко, это, честно говоря, многие признают, то есть, просто, дело в том, что тем, кому... Ну, это зависит от концепции, опять же, вообще, твое видение того, зачем ты играешь в шахматы. Если ты играешь для того, чтобы добиваться результата, вот, скажем, та цепочка сыграл, выиграл, получил деньги, там, завоевал какое-то звание. Если вот эта цепочка, и больше в ней ничего нет, тогда, в принципе, это всех устраивает, да. Если для человека это все-таки еще и некая самореализация, самовыражение, какой-то креатив есть, интерес к познанию чего-то нового, то тогда это уже начинает, вот, таких людей, шахматисты, я вижу, что начинает уже, что называется, доставать это, то есть, скучно становится. Философы называют это внешними и внутренними ценностями. То есть, осталось внешние цены шахматы, это престиж, выигрыш и так далее. Но шахмат имеет внутреннюю ценность, как искусство, мышление, познание. Для кого-то. Для меня лично, да, но не для всех, да, все-таки. Но, так и иначе, главное, что, мне кажется, шанс есть в том, что публика, которая смотрит, ну, она это видит, да, она даже уже не сверхподготовленный человек видит, что, в общем-то, очень много паттернов по партии, которые, ну, повторяются во многом, по крайней мере, по паттернам, все примерно то же самое происходит и заканчивается в ту же ничью. В общем, по сути, ничего не происходит. Ну, так, если говорить, написано, то есть, все так вот идет, как и должно идти, и, в общем-то, делают стандартные ходы, никто, грубо говоря, не ошибся, концентрацию сохранили, все до конца партии. И даже пять часов бы отыграли, но, в принципе, ничего не происходило в этой партии толком. То есть, как профессионал, я понимаю, что, ну, она вот очередная, которая забудется на следующий день, ничего не произошло. И таких партий, они всегда могут быть, но их все больше и больше становится, и это не вина шахматистов, вина, то есть, просто такие вот, такие реалии. И некий уже начинается такой вот бунт расти именно среди публики, среди любителей шахмат, которым хочется что-то поинтересоваться, что хочется, чтобы была борьба идей, борьба вот, именно интеллектуальное напряжение большое было. И, может быть, вот это как-то сподвижнее. Конечно, эстетическое, творческое. Эстетическое, в первую очередь, да, то есть, чтобы все-таки видно было, что люди творили, а не пытались, как бы, вот просто высчитать и держать вот концентрацию на высоком уровне, так сказать, стандартно отыграть, зная все, да, то есть, и вот по этим стандартам, чтобы что-то делали нестандартное, но для этого надо им дать эту возможность. И, да, вот это какой-то шанс, но, в конце концов, вы знаете, у меня такой подход, мне просто кажется, это для меня лично важным, мне бы этого хотелось. Я могу предложить сделать такой вход. Я предлагаю, то есть, я предоставлю эту возможность, если захотят, отлично, не захотят, ну, окей, да, не в моей воле. Но мне кажется, что это легко, достаточно легко можно сделать, и раз это можно, и у меня есть какие-то идеи, ну, предложу, как это сделать. Ну, очень интригует, жду статьи, ну, я... Да, да, я думаю, что она, может, даже на этой неделе уже выйдет, да, мы уже ее... Ну, я не могу не спросить в завершении разговора, все-таки, может быть, шахматы являются таким пророчеством и о сознании в целом? Сегодня мы видим, что многие вещи можно алгоритмализировать в виде алгоритмов, в виде программ создать. И, может быть, вы боретесь уже с тем, что побороть невозможно? А что, если наше сознание повторит вот такие шаги шахматы? В принципе, это счет, это калькуляция, это действие, если то. Правильно, вот это, вы знаете, ну, это такая тема не для завершения, это довольно, она обширная. То есть, мне кажется, что развитие вот технологий, искусственный интеллект, во всех их, во всех, и там очень много разных вещей, в нем это очень общее название, конечно, оно таит в себе, в общем, и угрозу, и огромную возможность, как это часто бывает. На самом деле, мне очевидно, когда, после того, как я какое-то время этим позанимался, немножко с этой компанией DeepMind, и мы не только в шахматах, там работаем довольно много всего, по крайней мере, они меня так ставят в курс дела, что там у них происходит и в науке, и в медицине. Кстати, очень много инноваций они пытаются делать сейчас. И я понял то, что, в общем-то, это уже, дело в том, что в этой сфере очень много, так называемого, хайпа, да, то есть очень много преувеличений каких-то статей, о том, что прорыв, все там познали, но это все, конечно, понятно. И просто в связи с этим человек думающий, понимающий, который не является специалистом каким-либо в этой области, ему кажется, что это, в общем, наносное, да, вот что-то, что, ну, очевидно, какая-то ерунда, вот написали там, что квантовый компьютер создали, и все сейчас посчитают, ну, для специалистов, в общем, понятно, что это еще только начало, и далеко там ничего, он еще не может толком, ну, неважно. Это, и, но дело в том, что за вот этим вот наносным хайпом все-таки реально это нечто, что, безусловно, изменит, скажем, человечество будет менять социум, будет менять очень многие вещи, в этом у меня нет ни малейших сомнений, то есть то, что это вещь, которая только что, только началась буквально несколько лет, скажем, это давно уже все придумали, но сейчас технологии и компьютер достигли того уровня, что это становится реально эффективным, то есть и только начало, мы находимся в начале пути, и уже, надо сказать, что есть вот такие какие-то новые открытия, которые действительно поражают, но мы находимся там в 5% прошли пути, и я понимаю, что дальше будет вот это нарастать и нарастать, вот в разных направлениях, самых разных, и то, что это будущее, ну, скажем, уже настоящее, но точно будущее, в этом нет сомнений, то, что это будет менять социум, менять людей, однозначно, у меня нет никаких в этом сомнений, поменять структуру социальную, нет сомнений, вопрос только когда, вопрос времени только, отрезка времени. Ну, кажется, что уже эти изменения мы чувствуем даже на уровне влияния технологий. Конечно. И в вашей статье об образовании также эта тема проскальзывает. Мы должны идти в сторону углубления и творчества, а мы становимся, ну, скажем, начиная от детей, все более похожими на то, что можно назвать компьютерным мышлением или таким салюционизмом, решением, постановка проблем, решение проблем, да. Проход к кратчайшему пути, отбрасывание всяких сложностей и каких-то тонкостей и вот идти по каким-то решаемым вещам. Ну, то есть, дело в том, что здесь не вопрос, там, моего консерватизма или, например, того, что я хочу, вот мне бы хотелось, чтобы люди в философии изучали. Дело не в этом, дело в том, что это чистая логика. Я понимаю, что технологии будут развиваться, то есть, они будут входить в нашу жизнь все больше и больше, и искусственный интеллект, в разных, так сказать, проявлений своих, он будет высчитывать, что называется, за нас все больше и больше вещей. То есть, нам в принципе... И лучше, и лучше. И лучше, да. То есть, нам нужно, неким образом, скажем, есть два направления. Одно, это профессионально. То есть, безусловно, потребуется намного больше профессионалов в области информатики, то есть, математики. Это, безусловно, направление надо усиливать в школе сейчас, потому что, конечно, огромное количество рабочих мест будет там создано. И вообще говоря, надо как-то этим управлять, надо понимать, что происходит в этих сферах. Поэтому это вот одно, но это мы говорим о профессиональном развитии, да, там, человеку, у которого склонности есть к математическим. Но для всех остальных, мне кажется, важно развивать некие свойства, которые, то есть, из тех, которые компьютер еще не может и, может быть, никогда не сможет достичь, да. Вместо того, то есть, мне кажется, очевидным, что очень многие профессии будут, ну, скажем, исчезнут. Это очевидно. Вопрос, опять же, по времени. Ну, так оценивают специалисты, причем в один голос более-менее говорят о 50 процентах, но, не знаю, но в любом случае это большая будет цель, это не будет косметическим изменением, это будет по-настоящему стратегически вот таким концептуальным изменением, да. И, соответственно, учить, подготавливать детей сейчас под, скажем так, если мы говорим не о профессиональной математике, да, и информатике, подготавливать детей к вести к этим профессиям, которые к моменту, когда они подросли, это, скорее всего, исчезнут уже или будет невостребовано, ну, мне кажется, просто это абсурдно, потому что это можно высчитать. И, скажем, вот я тоже говорил в этом материале, что вот некое, скажем, все, что касается счета, быстродействия, скажем так, скорости, скорости выдавания ответа правильного, но мы не сможем, мы уже не можем конкретно с компьютерами, даже в шахматах, да, хотя казалось бы, достаточно сложная игра. И уж точно мы не сможем на бытовом уровне, скажем, например, такие профессии, как секретарь, ну, мне очевидно, что она исчезнет просто, она будет, она будет, я думаю, что не только секретарь, я просто юрист, юрист, да, мне кажется, что вообще вся, вся юриспруденция, то есть, потому что я не вижу никаких препятствий для того, чтобы всю юридическую часть, как бы, в общем-то, можно было, так сказать, закруглить внутри этого искусственного интеллекта, в который будет сами составлять там контракты, в принципе, это будет просто эффективно. Большая часть юриспруденции, там, где не надо, там, теории справедливости, не нужно думать о том, как. То есть, очень много будет меняться, и, соответственно, мне кажется, что мы развиваем сейчас детей, но это автоматически происходит, я и по своим детям смотрю, вот, скажем, все эти игры, которые, большинство, да, которые сейчас понимают, они больше всего все-таки нацелены на быстроту, ну, или реакции, или принятие решений правильного. На самом деле… Это вот салюционизм, это слово «принимать решения». Да, ну, а это просто будет не так сильно нужно, только это всегда полезно, но это не будет, мне кажется, конкурентным преимуществом. Мы развиваем то, что за нас будут делать машины. Да, 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 это просто довольно абсурдно, то есть, развивать в следующем поколении то, что просто не будет, что не будет востребовано. А что будет востребовано, мне кажется, это вот именно глубина мышления. Мне кажется, очень важным будет, скажем, понимание и взаимосвязи, находить взаимосвязи между разными областями и знаниями, потому что, скажем, я думаю, что все будет меняться намного быстрее, скажем, человек… И это уже происходит, кстати, мне кажется, что уже происходит, уже, скажем, вот очень много становится людей, которые быстро меняют, буквально там два года работает в одной сфере, потом два года чуть-чуть в смежной, но уже другое немножко, потом вообще в третий. Создание новых видов профессий. Да, и вот умение быстро-быстро понять, но для этого нужна очень хорошая база и нужно понимание взаимосвязи, чтобы вот эту базу, ее можно было стаскать, она была настолько обширной и хорошей, то есть очень грамотной, что ее можно было повернуть в разную сторону, да, то есть… Тогда это не профессия уже, а это часть биографии, человек встраивает то, что он делает в какую-то последовательность развития. Да, 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 и вот мне кажется, поэтому очень важно именно вот эту базу правильную создать, да, и, скажем, глубина мышления, то есть именно глубина, не скорость мышления, не вот принять правильное принятие решений, это, в принципе, первый компьютер будет скоро делать, но это не будет большим конкурентом, преимуществом. Я вижу сейчас, что по развитию вот детей, вот даже мои, да, да все, в принципе, большинство детей, они все-таки очень такие, да, быстрые, все очень быстро делают, то есть концентрация, очень терпение, концентрация, глубина, это, безусловно, как бы сейчас становится проблемой, по сравнению с тем, что было в наше время, да, ну, вы помните, мы сидим, там, телевизор, ну, там, смотреть нечего, книжку или там в шахматы сел и думаешь, у тебя времени много, ничего тебя не отвлекает, то есть, и, конечно, так вырабатывается. И время у нас медленнее шло, советское время у нас очень медленнее шло. Да, медленнее, конечно, но когда дел мало, тоже, когда у тебя развлечений никаких нет, конечно, оно медленно идет, его много свободного относительно времени. И, ну, таким образом, это просто, как бы, эволюционно То есть, советское время, это было наше будущее, только немножко в лучшую сторону повернута. Да, 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 хотелось бы, чтобы это, потому что это происходит эволюционно автоматически. И сейчас, я смотрю, дети, вот они все практически стали очень-очень яркими, то есть, очень хорошо голова соображает, лучше, чем у нашего поколения. Да, вот скорость, вот скорость мыслей, скорость реакции прекрасна, намного лучше, чем моя, вот даже мой сын, безусловно, в этом возрасте. Но терпение, глубина, это все-таки качество очень важное для того, чтобы добиваться серьезных каких-то достижений в своих областях. С этим, конечно, проблема очень серьезная, она концептуальна. И вот, мне кажется, развивать это через вот какие-то вот такие факультативные курсы, о которых я говорил, мне кажется, что это просто логично, это не потому, что мне так хочется, а просто логично, потому что ты можешь довольно легко понять, что вот какую-то сферу, вот если сейчас компьютерная технология искусственного интеллекта, вот такую, да, из круга покрываясь, скоро он будет покрывать вот такую уже, да, там останется максимум, и вот надо четко понять вот эту часть круга, что востребовано. И мне кажется, востребовано будет, безусловно, в связи с этим, кроме резкого числа роста профессий в сфере профессиональной информатики, математики, я думаю, что будет огромный рост, скажем так, интерактивных профессий, то есть где ты предлагаешь какие-то услуги человеку нематериальные, это может быть там какие-то, не знаю, курсы, лекции, ну то есть, скажем, связаны с человеческим контактом. Вы понимаете, что это колоссальная перестройка главных наших схем мышления и планирования, потому что мы до сих пор ориентированы на успех, на оплачиваемую профессию, на вот эти вот решения. А то, о чем вы говорите, я с вами тут совершенно согласен, оно требует концентрации на вот этих внутренних ценностях, на глубине, на каких-то творческих неординарных вещах, а как их развивать, это большой вопрос. В этом, ну, надо специалистов, можно привлечь? Время, заинтересованность людей такими типами занятий сегодня, она как раз очень низкая. Мы понимаем, что это наше будущее, к нему нужно готовиться, но поскольку наша психология такова, поскольку это еще будет, может быть, через 10, 20, 30 лет, давайте мы еще посуществуем в той системе, в которой мы есть. Это нормально для людей нашего возраста, да, и старше, да, но если мы говорим о молодом поколении, я для своих детей, я уже как бы пытаюсь их подготовить, то есть я понимаю, что это тупиковый путь, что я их подготовлю к какой-то профессии инженера в том виде, в котором она была 30 лет назад, я понимаю, что они придут, и в общем востребованность будет почти нулевая, то есть, поэтому я пытаюсь, ну, мне кажется, что да, это риск, но в принципе это можно очень так структурированно сделать, скажем, собрать специалистов в области технологии, искусственного интеллекта, в области там, в самых разных областях и такой вот устроить сент-танк, сент-танк, и просто чтобы они вот картину, ну, она не может быть 100% на грани, ну, 2-3 разных картины, но более-менее какие есть возможности, да, что будет происходить и к чему мы должны готовить, и из этого, если, скажем, у меня в этом уверенность, но я могу оказаться неправ, но если кто-то считает, что это какая-то глупость или какие-то мои, ну, хотя бы тогда сделать. Я с вами очень согласен, но у меня другое опасение, что те люди, которых вы называете, они мыслят как раз именно в том направлении, которое нам не нужно, то есть, они привыкли решать вопросы, их мышление натуралистично, и их мышление, скажем, связано больше с компьютерным мышлением, и это такая волна современного натурализма и такого техницизма, у них у самих может мне казаться менее. Я говорю не о том, чтобы они выработали стратегию, я, скорее говоря, вот мне кажется о том, чтобы они дали какое-то видение того, что будет происходить через 10-20 лет именно в этой сфере. То есть, скажем, если им дать задание, вот, что какие инновации, скорее всего, произойдут, ну, потом, какие сферы будут покрыты искусственным терактом, скажем, да, где человек уже будет не востребован, и если, скажем, очень много будет совпадений, да, вот, скажем, тогда, то есть, но не то, чтобы они вырабатывали стратегию, что делать дальше, вот именно дали прогноз свой, да, как специалисту, в каком направлении движется, что мы должны, что мы можем ожидать через 10 лет, через 20 лет. И можно набрать людей, которые, в общем, ну, с большим именем, с большими, скажем, они не будут продавать, что называется, да, потому что довольно много сейчас и книжек на эту тему, но все-таки тут нельзя быть уверенным, человеку нужно в конце концов продать книжку или там лекцию свою, да. А вот независимых совершенно людей, которые просто занимаются этим, которые, в общем, имеют хороший достаток, у них там, не знаю, глава компания. Это была бы революция взаимодействия людей творческих, скажем, писателей, философов, музыкантов с теми людьми, о которых вы говорите. Но это уже шаг вперед, потому что их логики совершенно разные. Да, разные, конечно. И попытаться соединить этих людей и создать из них вот такие сообщества взаимодействия, это уже было бы решение на 50% проблем. Да, то есть, а можно с другой стороны подойти к этому, то есть начать это и посмотреть на спрос, потому что вы знаете, вот что-что, скажем, если мы говорим о каких-то навыках психологии, взаимодействия людей, философии, я имею в виду каких-то базовых знаниях, они вредны, точно не будут. То есть, мы вред не нанесем детям, если они начнут это изучать. В этом хотя бы плюс есть, что, скажем, и дальше, конечно, очень многое зависит от каждого родителя, каждый человек, он как-то видит по-своему, да, кто кому-то скажет, что нет, вот все это ерунда и в действительности надо продолжать все именно так, образование так, и пожалуйста, будет возможность не обязательно приходить на эти курсы или там слушать их, но для какого-то количества людей, которые понимают, что надо что-то менять или, по крайней мере, добавлять в образование, у них, чтобы была эта возможность именно. Но она должна быть хорошо продумана, потому что то, что сейчас существует, оно очень обособлено. Есть хорошие какие-то курсы, но они больше, во-первых, для университетского образования, во-вторых, они более точечные под какие-то конкретные, там, не знаю, за работу последующих, где-то есть для детей что-то, но все вот так вот разбросано, концепции нет глобальной под это. Да, вот именно концепция вот эта эпистемиологическая, то есть, что это все связать. Но к ней не так просто пяти. Но это сложный проект, да. Это же выстраивание такой целостности, очень высокого уровня сложности. Да, 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 поэтому это требует и финансирование, то есть, надо привлекать очень, ну, грамотных людей в области, чтобы они это вот потихонечку начали создавать. Ну, можно начать с мелочи, с мелких курсов, то есть, начинать это и потихонечку выстраивать вот эту всю концепцию. Ну, скажем так, это может быть из области фантазии, но я считаю, что это было бы здорово, потому что, знаете, еще коснусь такой темы, что мне кажется, что, ну, как вот исторически это происходило, и как я вижу развитие технологии, искусственного интеллекта в том, что мы можем отстать, и, скажем, есть некие развитие человека, я имею в виду развитие именно скорость изменения, да, скорость адаптации к существующей, и скорость развития искусственного интеллекта, то есть, если разрыв будет слишком большой, это неизбежно приведет к очень серьезным социальным потребностям, условно, если через там 10 лет 30% профессии исчезнут, ну, или 20 пусть, да, это же огромное количество людей, и если эти люди не будут готовы к тому, чтобы не перевооружаться и не будут готовы работать на новых каких-то, в новых отраслях профессиях, которые, безусловно, возникнут, то мы просто получим громадный социальный взрыв, это очевидно, то есть, это некое еще и вопрос самосохранения, потому что, ну, вы же понимаете, что, там, не знаю, если там десятки, сотни миллионов людей потеряют работу, как ни крути, это, в общем-то, закончится большими потрясениями в мире. Не, но есть и другая, скажем, другая футурология, вот если так вот фантазировать, мне кажется, что есть вопрос, будут ли вообще существовать профессии, если человечество обеспечит себе достаточный уровень материального существования, я так вот фантазирую, да, этим людям не нужно будет искать профессии, они будут существовать на, скажем, какой-то доход от глобального мира, но тем самым проблема станет еще глубже, поскольку их свободное время будет не заполненным. И сейчас эти люди заполняют работой и не разлагаются, как, скажем, да, как психологический аппарат. Если они получат стопроцентный досуг, это не менее сложная проблема, чем поиски новых занятостей. Я с вами полностью согласен, я считаю, что это, кстати, очень вероятное развитие, что будет развиваться в этом направлении, но надо это, да, надо понимать, что-то таит в себе очень большие опасности тоже. С одной стороны, это колоссальный шаг. Это новое расслоение, это новое, скажем, реликвы. Вы знаете, дело в том, что сейчас у людей, многих, которые хотят что-то, у них просто нет времени, возможности, они должны идти на работу, там, работать, скажем, делать вещи, которые им не нравятся, зарабатывать себе на жизни, и в общем, у них просто нет времени. И сил уже нет, просто, да, вечером пришел, нет. Возможно, что если эта схема будет выстроена, я боюсь, что через серьезное потрясение, потому что, чтобы ее выстроить, надо, чтобы люди в руках которых, ну, или там институты собираются эти дополнительные деньги, которые, безусловно, искусственный интеллект, ну, все эти технологии будут, скажем, могут, могут оптимизировать очень многие области, могут высвобождать большое количество денег. Да, у нас сельское хозяйство, продукты питания. Да, очень много всего может. То есть, я думаю, что потенциально прибыль может быть больше, и очевидно, что ее в таком случае надо будет направлять по большому счету на просто зарплаты. Грубо говоря, платить людям просто вот зарплату, просто платить, а дальше делать, что хочешь. Ну, во-первых, начнем с того, что мне не очень верится в то, что это поймут без серьезных потрясений, то, что просто часть своей прибыли, большую часть, надо просто отдать. Ну, как-то вот мне не в это верится, но я очень надеюсь, что это будет происходить, но не уверен. Но даже если это произойдет без каких-то потрясений, дальше что мы делаем, да, вот с этим большим количеством людей, которые получают, у которых появляется много свободного времени, да. И вот тут, поэтому, мне кажется, здесь громадное, как я считаю, рано или поздно, возможно, к этому придем, то появляется очень громадное поле для вот этих профессий, так сказать, которые будут основаны на взаимодействии людей. То есть, этих людей надо будет как-то развлекать, как-то, я не знаю, что-то им предоставлять, именно человеческое, потому что там фильмы, компьютерные игры, все это будет в огромном количестве. Понимаете, что это стечение в другом направлении. Мы сегодня все втягиваем человека в виртуальный мир, а мы говорим об эпохе, когда нужно будет вернуться к интерактивным личностным отношениям. Да, я думаю, что это просто будет демант, будет спрос на это, потому что будет так много всего остального, что просто человек, или он в это погрузится и просто там все будет жить в виртуальной реальности, что не есть хорошо, да, все-таки. И какое-то количество людей там будет. Но я думаю, что какое-то количество людей все-таки как-то скажет, ну окей, все это мне уже, это надоело, уже вот сил нет, уже все эти игры играть, фильмы смотреть, которые уже там вычислены, сюжеты, да, по, как в Нетфлисе, кстати, многие сюжеты уже вычисляются и составляются искусственным интеллектом, ну то есть все это в какой-то инодействии, людям все-таки захочется какого-то человеческого общения, каких-то человеческих, не знаю, лекции ваши послушать и так далее, то есть шахматы сыграть. Шахматы сыграть, да, наконец, то есть мне кажется, что демант спрос будет большой под это, в любом случае больше, чем то, чем есть сейчас. И человек, который, мне кажется, вот эти качества в себе разовьет, или мы разовьем с детства, да, вот эти качества понимания людей, интерактивности, как взаимодействовать с людьми, и мне кажется, эти качества, они всегда в жизни важны были очень, да, но они будут просто на вес золота, потому что людям, особенно учитывая роботизацию большую, которая будет происходить, в конце концов, в принципе, я думаю, домохозяйки станут, в общем-то, уже не белковые, скорее всего, со временем, ну не знаю, людям просто захочется с кем-то поговорить по душам и какую-то теплоту получить настоящую, или же они превратятся, вот как во многих там романах, да, сейчас современных пишут, то есть, в принципе, что немножко происходит уже вот с этими всеми голосовыми помощниками, то есть какой-то момент начинает теряться... Приложение, мы станем гаджетом, мы станем, скажем... Да, но начинает вообще теряться ощущение вот этой, как бы, личностной, да, то есть, мне кажется, все больше и больше это может произойти, что вот эти помощники, которые будут развиваться, то есть они в какой-то инстанте уже некогда будет потеря реальности, не понятны... Кстати, вопрос философии, вопрос онтологии, да, будет стираться граница между реальностей, иллюзией, и виртуальностью, и самой реальности. Да, и вообще, как бы, потеряется значение слова реальности. Может быть, в какой-то момент общение с очень хорошо уже разработанным там помощником... Как фильм «Она», например, да? Да, да, вот оно будет уже для человека не менее, скажем, ну, он будет стираться различия между человеком белковым обычным, и, в общем, вот этим помощникам, которым... Не хотелось бы. Это не исключено, это кажется фантастикой, но я вижу все больше и больше... Не исключено. Да, не исключено. То есть, есть разные развилки здесь. Развилок много, и много зависит от того, как мы это сейчас надо, чем раньше мы начнем эти вопросы обдумывать и подстраиваться, но некоторые вещи неизбежны, и если они еще не произошли, то, как бы, это не значит, что давайте потом, когда это все произойдет, подумаем. Потом поздно часто бывает, как в шахматах. Часто ты в начале делаешь ошибку, все, уже как бы ты не играл дальше, если соперник сильный, ну, уже потихонечку все к закономерному итогу идет. Поэтому, в принципе, да, и мне кажется, что уж точно надо хотя бы немножко подстраивать образование, методы под это, хотя бы немножко. То есть, так пока безболезненно, чтобы в любом случае, я бы вот в школе, я был бы рад бы получить какие-то базовые знания по философии, хотя базовая психология, это же никому вредно от этого не будет. Ну, да, увлекательно, аккуратно, без чтения каких-то суперсложных текстов. Конечно, нет, тут очень важно именно подстраивать под возрастные группы, то есть, поэтому должны профессионалы работать, чтобы они понимали, вот какая возрастная группа, что может осилить, да, что может понять, чтобы не давать, ну, не давать слишком сложные или слишком простые. Но это, в общем-то, проект абсолютно реальный, я хотел бы его провести как-то, пытаюсь найти единомышленников, чтобы хотя бы начать понемножечку, например, в Швейцарии, запускать такие курсы, их сделать и посмотреть на то, как пойдет, кто знает, может быть, это со временем проект очень длительный, он гуманитарный более чем, конечно, какой-либо другой, это не бизнес-проект, но хотелось бы его начать делать, и вот я услышал ваши выступления какие-то, вы тоже как-то в этом, ну, в принципе, вся ваша деятельность является, в общем, именно, скажем так, продвижением вот этих вещей, и, в принципе, мне кажется, что это безумно важно, то, что… Я думаю, то, что и наш разговор, я думаю, кого-то заинтересует, заставит задуматься, может быть, и включиться в эту совместную работу, совместные поиски решений, которые нужно продумывать уже сегодня. Да, потому что я, конечно, то, что я говорю, это самые общие вещи, и, возможно, в определенных каких-то аспектах, я не правильно, то есть, есть профессионалы, которые скажут, нет, вот это вот пока, вот это не трогаем, то есть, скажем, тут очень большое просмотрение, я просто хочу начать дискуссию, начать привлекать людей, которые думают примерно в этом направлении, и, возможно, у них будет намного лучше идеи, чем то, что я говорю, но хотя бы начать какое-то вот движение. Конечно, конечно, можно это породить, этот импульс задуматься, просто привести в движение определенной силы. Вот то, что я пытаюсь сделать, а куда это потом вывезет, никто не знает, но точно это, мне кажется, вот вреда от этого не будет, это вот точно. Большое спасибо за разговор, я думаю, что мы будем продолжать в этом направлении, да, и держать связь. То есть, моя задача была вот в нашем сегодняшнем видео просто так общую, набросать схему общую, как я думаю, как я это вижу, но, конечно, там много деталей и много вещей, которые надо прорабатывать, и где я, возможно, на самом деле заблуждаюсь, потому что все-таки это не моя сфера, но как бы как общая схема, вот мне это представляется так, и мне было бы очень интересно получить какие-то фидбэки, да, какие-то от людей, которые думали над этим, которым это тоже интересно, и любые идеи, как это можно сделать и что можно сделать, они мной приветствуются, то есть я готов их обсуждать и готов принимать их вот в такой общий план, скажем. Ну, в любом случае, если это будет делать кто-то другой, там, так получится, отлично. Я думаю, что здесь нужны усилия многих людей, многих групп. Да, поэтому я хочу некую дискуссию. Смысл в том, чтобы эти группы соединялись, да, в какое-то общее направление движения. Да, да, у меня такая идея, то есть как можно больше людей, которые… Современный мир это позволяет, технологии позволяют соединять людей по всему миру. Да. И если это как бы критическая масса в какой-то момент как бы она нарастет, да, то есть это все-таки в итоге чаще всего так или иначе приводит к тому, что что-то начинает происходить в этой области. Вот я пока хочу, так сказать, такой немножко эту массу поднять, ну, насколько в моих силах, да. Ну, я здесь оптимист, мне кажется, что это возможно. Я тоже оптимист. Мне кажется, что многие уже понимают, что это действительно чувствуют хотя бы, если нет даже знаний в новых технологиях, то ощущение это есть, мы уже в повседневной жизни это ощущаем, да. Некоторые вещи, то, что, например, скажем, знакомство, вот я недавно с таким интересом, как бы, для меня было удивительно узнать, что уже более 50% знакомств происходит в сети. То есть люди перестали, в общем-то, знакомиться, ну, не то, что перестали, но это растет, да, то есть происходит в сети, а в сети это что означает, давайте быть откровен, то есть это означает, что там начинает работать все-таки искусственный интеллект, то есть начинает отбирать людей, то есть в некоторой степени я так с ужасом понял, что… И человек подстраивается под эти требования. Да, то есть предложения дает какие-то, да, и знакомится уже, соответственно, я начал, вдруг у меня с ужасом возникло, ну, как с ужасом, она просто странная, вот эта концепция, новая идея, что, в общем-то, искусственный интеллект, современные технологии, они начинают влиять на эволюцию людскую, да, потому что, в конце концов, встречи, это же, может быть, в итоге там… Что значит быть привлекательным, что значит иметь какие-то… Дети вообще, это да, то есть, на самом деле, он начинает, не сам того не желая, он начинает влиять на, в общем-то, на эволюцию человеческую, и я думаю, это может, то есть, тут как бы есть такие очень концептуальные новые веяния, которые можно думать, дискутировать, но они, безусловно, есть, и люди это видят, это понимают, что огромное количество, там, подростков, детей уходят, ну, проводят намного большее время в виртуальном мире, чем раньше, и скоро, может быть, будет больше, чем реально проводить, то есть, эти вещи, которые, я не думаю, что их стоит опасаться и, знаете, так вот просто причитать, что какой ужас, ну, нет, ну, новая реальность, да, новые реальности какие-то наступают, но то, что они наступают, мне кажется, уже мало у кого есть сомнения, то, что это уже все, назад пути нет, то есть, поэтому надо понимать, вот, соответственно, мне кажется, многие люди начинают, у которых есть дети, они начинают думать, что, что с этим делать, да, что с этим делать, то есть, как мы, как детей воспитывать, как мы новое поколение будем, что вот с ним, при всех его плюсах, там, минусах каких-то, но и плюсах безусловных, то есть, вот, эта яркость, скорость мысли, вот, они очень гибкие, очень легко меняют, там, могут, то есть, мобильные, так сказать, люди тоже большой плюс, но еще им добавить чего-то оттуда, да, чего они просто эволюционно трудно им получить, как терпение, глубина мысли, тогда мы, в общем-то, такое поколение можем воспитать, которое оседлает, так сказать, эти технологии, а не наоборот, потому что, на самом деле, критический момент в том, что вот там, в какой-то момент, когда они разовьются, а это произойдет очень сильно, кто кого оседлает, то есть, мы станем придатком, там, как бы это ни звучало по-азимовски, там, странно, мы реально можем стать придатком искусственного интеллекта, или мы все-таки его будем направлять, или мы, в общем-то, подчинимся, сдадимся и скажем, делай с нами, что ты хочешь, а мы, мы, мы только будем на кнопку включения-выключения нажимать. Да вот, чтобы это не произошло, да, нужно уже сегодня думать. Я думаю, да, мне так кажется. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.